Привет, с вами как всегда Джамбу Макс и у нас наконец-таки интересные новости по Иксбоксу. Я по ним действительно соскучился, потому что полтора года мы обсуждали какую-то сделку, которая кстати еще не завершилась. В итоге полтора года было как-то все пресно, скучно, неинтересно, но не в этот раз. В этот раз будут действительно интересные новости, которые мы и обсудим. Перед началом видеоролика, как всегда, не забывайте прожимать лайкусик, подписываться на канал, прожимать колокол, чтобы быть в курсе стримов и следующих видосов. Ну а также, если не знаете, где купить игры и подписки для Иксбокса, то обращайтесь к ребятам из Иксгейм, ссылку оставлю в описании. Начнем, пожалуй, с того, что недавно, опять благодаря той самой сделке, а именно слиянием Microsoft Activision Blizzard, в ходе длительного разбирательства всплыли очень интересные документы, в которых было обнаружено планы по выпуску новых версий консолей Иксбокс. Напомню, что до этой системы ходили слухи о выпуске более мощных консолей, на это намекали слухи о выпуске PlayStation 5 Pro, которое будет отличаться мощностью и давать возможность играть в более лучшем качестве. Исходя из этого, было логично предположить, что Иксбокс поступит так же, ибо вы знаете, что два конкурента, что касаемо консолей, всегда шли нога в ногу. И в целом, никто бы не удивился, если бы вышел какой-нибудь там Иксбокс Серия С XL. Глядя на эти слухи, Фил Спенсер уже давал комментарии, где, видимо, не обманул, и говорил о том, что у них нету в планах выпускать более мощные консоли, поскольку для них Нексген это Иксбокс Серия С, и как раз-таки более мощная консоль это и есть Иксбокс Серия СX. И прыгать куда-то дальше они пока не намерены. Исходя из документов, это пока правда, и мега новый Иксбокс ожидается в году 2028, когда будет новое поколение. Но вот новые версии консоли Иксбокс Серия С и даже новый геймпад, походу, все-таки будут и уже в следующем году. Но пока Нексгене. На экране у вас есть спецификации, из них стало известно, что они хотят создать консоль Гибрид, которая будет комбинировать и стационарную консоль, и мощь Облака, для более крутого игрового опыта и лучшей производительности. Честно говоря, я не удивлен, но меня пугает эта идея, ибо первая игра, которая пиарилась под такой уже темой, это был Кракдаун 3. Там Облака тоже должны были все зарешать, порешать, но с этого ничего толкового не вышло. Конечно, стоит отметить, что тот же Fly Simulator имеет облачные технологии, и там все хорошо, но все будет зависеть, опять же, от той самой оптимизации. И, господи, пусть она будет нормальной. Просто мое опасение в том, что разработчики будут опять халтурить и скидывать это все на искусственный интеллект, на, опять же, эти сервера, и, так скажем, будут мало делать руками, что, собственно, иногда игру может просто подпортить. Короче, это крайне сложная тема, до 28-го года жить и жить, поэтому давайте это обсудим потом. По крайней мере, ближе к этой дате. Помимо этого, в документах шла речь еще и о новой консоли, чисто для Облака, напоминающей PlayStation Portal. И в целом, я не удивлен тем, что Облако, возможно, будет играть неотделимую роль в будущем, поскольку Майксов давно об этом говорит и крайне много в это вкладывает. Но устройства специализированы только под это, не имея возможности офлайн что-либо запускать, как Steam Deck тот же, да, на мой взгляд, практически автоматом становится не таким желанным при той же функции на смартфоне. Потому что на смартфоне тоже можно играть в игры от Облака. Поэтому, честно говоря, мне крайне интересно будет посмотреть сначала на PlayStation Portal, как она будет воспринята игроками с точки продаж, а потом уже на облачную консоль от Microsoft. Но опять же, идея пока выглядит немножко сомнительной. Если взглянуть на то, какой Xbox в будущем, то опять же, это то, о чем я вам давным-давно говорил. Xbox это не только консоль, а целая система, в которую входит много всего, и не важно где и на чем вы будете играть, главное, чтобы у вас была подписка и геймпад от Xbox, тогда вы якобы на Xbox. Но опять же, об этом пока не стоит вести речи, как о 100% инфе, ибо до 28-го года все может просто переиграться. Но давайте все-таки перейдем к более ближним консолям. Крайне интересный слив, официальный концепт, воспринимайте как хотите, касается нового Xbox под кодом названием Brooklyn. По сути, это тот же Xbox Series X, но выполнен он в качестве цилиндра. Он не будет иметь дисковода, на борту будет 2 терабайта памяти, поддержка блютуза, более быстрое соединение Wi-Fi, сниженное электропотребление, а вот о какой-то повышенной производительности не заявлено, и это очень радует. Консоль планируется по цене в 500 баксов и выйдет, предположительно, в ноябре следующего года. Честно говоря, данная консоль для меня чисто спорное решение и точно не мастхевная. Да, спасибо за то, что мы просили Xbox Series X без дисководы, и он хотя бы на уровне каких-то документов у них существует, но исходя из того, что она не будет меньше по цене, я понимаю, что там 2 терабайта, но все же она не будет меньше по цене, да, и при условии того, что возможно выйдет PlayStation 5 Pro, которая покажет большую производительность, то в целом в покупке Xbox Series X цилиндр, да, нету какой-то потребности. Просто я думаю, что байт на то, чтобы у консоли было 2 терабайта или там форма цилиндра, а также, не знаю, низкое электропотребление, это слишком малый байт, слишком слабый байт на то, чтобы человека заставить купить именно эту консоль, когда в целом есть конкуренты, которые будут байтить сильнее. Просто тут дело в чем, Xbox Series X вообще в целом проигрывает по продажам тому же Series S, да, и, так скажем, этой консоли, мне кажется, спрос не возрастет. Но, кстати, продажи мы обсудим прям чуть-чуть позже. Что касаемо дизайна, да, прикольно, что цилиндр, это необычно, да, похоже на какую-то там аудиоколонку. Еще будет круче, если этот цилиндр все-таки будет небольшим. Но, когда я вспомнил про шнуры, я что-то подумал, что сзади будет выглядеть это все не очень, если это будет втыкнуто в округленную поверхность. Но, когда я откопал, так скажем, аналогичное устройство, и, знаете, в целом, если они сделают сзади какую-то плоскую поверхность или какую-то выемку, то в целом будет довольно-таки клево смотреться. Решение по поводу блютуза меня лично удивило. Я, опять же, не знаю, как это будет работать на консолях, но, по логике, туда можно будет, скорее всего, подключить абсолютно любую блютуз гарнитуру, даже AirPods, видимо, да. Да, по логике можно подключить абсолютно любой блютуз геймпад, но мне интересно, будут ли в этом какие-то ограничения. То есть, как бы, да, наличие блютуза это хорошо, но каким способом он будет работать, вот это, как бы, мне крайне интересно. Если он действительно позволит подключить абсолютно любое устройство по блютузу, это будет здорово. Но мне слабо верится, что они это сделают, потому что им все-таки нужно как-то продавать лицензию для сторонних производителей, чтобы они специализированно делали устройство, за что майки получат деньги. А тут вы можете купить AirPods, просто заюзать их на консоли, и, соответственно, майки с этого денег не получат. Конечно, блютуз блютузом, но мне интересно все-таки узнать про какие-либо ограничения. Что касаемо новой версии Series S, то, по сути, она, вероятнее всего, вышла. И это Series S Carbon, которая черненькая, да. И, честно говоря, хорошо, что изменения в Series S минимум, потому что она хорошо продается, и, соответственно, и какие-то глобальные изменения просто будут лишние. Ну, а еще довольно-таки интересная деталь всплыла про новый контроллер, и сейчас всем будет интересно. Новый геймпад планируется выйти по цене в 70 баксов в конце мая 24-го года, и будет иметь почти все функции DualSense, а именно, она будет иметь гироскоп, обратную тактильную связь, а-ля новые вибрации, будут, скорее всего, динамики, более тихие кнопки, улучшенное качество сборки, увеличенная долговечность, а еще там будет съемный аккумулятор. Что касаемо изображений, сильно на него не опирайтесь, возможно, он будет чутка другой, но в целом это реально хорошая новость. И первый раз, когда я увидел этот контроллер, у меня образовался всего лишь один вопрос. Microsoft, каким фигом вы его не выпустили сразу в начале 9-го поколения, а? Просто, если бы этот геймпад вышел бы сразу при выходе Xbox Series S и Xbox Series X, к Microsoft вообще не было претензий, потому что они тогда оставили старый геймпад, который, да, он удобен, но, к сожалению, что касаемо сравнения с DualSense, он проигрывает по каким-то, знаете, таким новаторским штукам, которые делают эффект вау от покупки нового поколения консолей. Типа ты покупаешь Xbox Series X, и ты не чувствуешь какого-то удовлетворения, в плане того, что ты получил что-то новое. Ты получил практически абсолютно то же самое. У Плоки вот этот порог, он был выше, да, ты покупаешь, у тебя есть, там, не знаю, новый дашборд, у тебя есть новая консоль, у тебя есть новый, как его, геймпад, и это было как-то прикольнее ищать, нежели брать в руки старый контроллер. Нет, конечно, он был там немножко переработан, но там настолько маленькие изменения, что в целом о них даже говорить не хотелось. И, честно говоря, я уже устал ругаться на геймпады, потому что Microsoft, хоть и выпускает довольно-таки удобные геймпады, да, по расположению кнопок, ну, может быть, по охвату. Ну, что касаемо качества, это прям, увы, что они там сделали с Xbox серия с вторым элитным контроллером, да, что там люфтят стики, что там, не знаю, отваливаются там кнопки, да, соответственно, оригинальные геймпады тоже живут не очень, и, честно говоря, я рад за то, что они понимают, что им нужно улучшить геймпад, хотя бы в качестве. И, несмотря на все вот эти фишки, которые также есть в геймпаде, лучше они пусть будут, да, пусть они там, я не знаю, не будут использоваться как на Плоки, да, но пусть они лучше будут, чем их вообще не будет, потому что, как минимум, это прикольно. Но здесь есть очень интересный момент. Если же у Sony есть выработанная тема по выпуску, например, игр, что касаемо DualSense, да, потому что под нее делают специальные игры, там, не знаю, добавляют в каждый эксклюзив, есть сторонние игры, которые довольно-таки хорошо поддерживают DualSense, но вот что будет с Xbox, то есть вы покупаете новый геймпад, и, получается, разработчикам нужно будет либо перелопатить игры для Xbox, и, соответственно, так скажем, внедрить эту функцию, либо, получается, будут использоваться только в новых играх, вот мне тоже интересно этот момент посмотреть, если геймпад все-таки выйдет. И если вдруг меня посмотрят 20 сотрудников Microsoft, пожалуйста, сделайте так, как давно делают ваши коллеги, именно в бюджетных геймпадах. Что вы понимали, у сторонних производителей давным-давно уже лучше сборка. Здесь тихие кнопки, здесь есть дополнительные кнопки по регулировке микрофона, по регулировке звука, да, есть дополнительные кнопки сзади, и это еще стоит дешевле, чем оригинальные контроллеры. И если Microsoft задумаются и сделают что-то подобное, да, а также сделают стики методом Holo, чтобы у них не было бы дрифта, да, в дальнейшем, то это будет, ну, просто цены им не будет. А так, я вот говорю просто, я что-то в последнее время обращаю на геймпады, и, честно говоря, я офигеваю от того, что бюджетные, да, геймпады иногда ощущаются даже лучше, чем простые оригинальные, которые мы покупаем за 60 и там 65 баксов. И глядя, кстати, на эту цену, и глядя на то, что новый геймпад будет стоить 70 баксов, честно говоря, я понимаю, что, видимо, Microsoft с нас поимела много денег, исходя из того, что будет какой-то, ну, исходя из того, что будет супер-мега-инновационный геймпад, и он будет всего лишь на 70 баксов дороже. На 70 баксов. Хотя, приколюх там будет достаточно. Глядя на эти новости, возможно, вы спросите, а что мне делать, что будет с нынешними консолями? Да, ничего, расслабьтесь, это всего лишь новые ревизии, которые никак вообще не повлияют на старые, то есть это все еще нас ведет к тому, что бросать нынешнее поколение консолей, а именно Xbox Series Microsoft, не планирует. И дабы успокоить в который раз сопользователей Xbox Series S, хочу поделиться информацией, в которой стало известно, что соотношение продаж Series X и Series S составляет 25% на 75%, соответственно. И, исходя из данных, можно легко сделать вывод, что в случае самой плачевной ситуации поддержки Xbox Series S, майки будут вынуждены отрубить целых 75% пользователей 9-го поколения консолей, что, на мой взгляд, это крайне много и крайне критично. И если же с Xbox вдруг станет что-то не так, то, я думаю, умрет вся серия консолей, и не только Xbox Series S. Поэтому обладатели более младшей консоли не переживайте. Ее поддержку в ближайшие годы отменять уж точно не должны, и, скорее всего, она проживет ровно так же, как и Xbox Series X. То есть, если же Series X все-таки будет держать более мощное железо, и, так скажем, более актуальное железо, да, то Series S будет держать спрос, а именно аудитория, которая сидит на ней. Это, знаете, то же самое, как плойку 4 сразу не прокинули, потому что там сидело много народу. Ну, вот что-то по типу этого сработает. Единственная во всем этом грустная новость, это то, что если новые консоли и будут, то не факт, что их нормально будут завозить к нам в Россию, потому что, по-моему, от Series S черненькую так и не завезли нормально. И, скорее всего, они будут иметь всю ту же самую ошибку, которая решается при помощи смены DNS или VPN. Но, опять же, о том, о чем я рассказал, это, по сути, документы, которые на сегодняшний день могли бы просто измениться, да, и, возможно, у них там совершенно другие планы, совершенно другие цели, но правдивость данных документов, а именно осуществляться они или нет, я думаю, мы узнаем либо к концу этого года, либо в начале следующего, потому что, как раз-таки, новый Series X, он намечается выходу, по-моему, то ли в середине следующего года, либо к концу, точно не помню. Ну, а до следующего года ждать совсем немного, поэтому на этом у меня все. Большое спасибо вам за просмотр. Не забывайте ставить лайкусики, подписываться на канал и пишите свое мнение на этот счет. Всем еще раз спасибо, до новых встреч, пока-пока.